На днях как-то зашел я к своему приятелю, журналисту Миши Коврову. Он сидел у себя на диване, чистил ногти и пил чай. Предложил и мне стакан. — Я без хлеба не пью, — сказал я. — Пошли за хлебом. — Ни за что. Врага, изволь, угощу хлебом, а друга никогда. — Странно. Почему же? А вот почему. Иди сюда. Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик. Гляди. Я подглядел в ящик и не увидел решительно ничего. Ничего не вижу, ссор какой-то. Гвозди, тряпочки какие-то, хвостики. Вот именно. На это-то и подгляди. Десять лет собирал эти тряпочки, веревочки и гвоздики. Знаменательная коллекция. И Миша сгреб в руки весь ссор и высыпал его на газетный листок. — Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал он, показывая мне обыкновенную слегка обуглившуюся спичку. — Это интересная спичка. В прошлом году я нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастьянова. Чуть было не подавился. Жена, спасибо, была дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась в горле эта спичка. — Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без ног, но с ногтями. — Игра природы. Эта зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. — Сей засушенный таракан купался когда-то в щах, который я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь в котлете на той же станции. — Этот крысиный хвостик и кусочек софьяна были оба найдены в одном и том же филипповском хлебе. — Кильку, от которой осталось теперь одни косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в день ангела. — Этот зверь, именуемый сороконожкой, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой биргалке. — А вот этот кусочек гуана я чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире, растягая и так далее, любезный. — Дивная коллекция. — Да, весит она полтора фунта, не считая всего того, что я по невниманию успел проглотить и переварить. — А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть. Миша взял осторожно газетный листок, минуту полюбовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. Я взял в руки стакан, начал пить чай, но уже не просил послать за хлебом.